Всем доброго дня! Смотрите, все снимаем, там старье какое-то, да? Про новые машины особо нету в видео, поэтому сейчас будем делать более плотный такой упор. Сейчас часто стала проявляться проблема на евро пятых, евро штык. Неважно, у нас сегодня, можете сказать, в гостях Санта-Фе, 19-й год, евро пятая. Также сейчас свежие карнивалы 2,2 идут, то есть 20-е, 21-е года. Это Палисад и Соренто Прайм и так далее, и так далее. Смотрите, если вы являетесь собственником и у вас под капотом дизель, то вам необходимо обратить на одну из важнейших вещей в этой машине. И самый главный момент, неважно, какой у вас пробег, да? Пусть он будет 50, 80, 60, 7, как здесь. Не важно, это может произойти на любом пробеге. Речь у нас пойдет об экологии, то есть о сажевом фильтре. Это если евро пять, если это мочевина, то это уже евро шесть. Вместе с сажевым скомплектовано. Что нужно делать и зачем нужно следить? Всегда, вот, допустим, у меня уже вырабатывается люди, когда приезжают на диагностику или что-то. Помимо того, что я проверяю уровни жидкости, то есть вплоть до того, что откручены клеем или нет, все потрогал, все проверил уровни, визуально делаем осмотр. Вот, и потом только приступаем, там, кто-то жалуется на шум двигателя, кто-то жалуется, допустим, на плохую работу двигателя. Сталкиваюсь с такой, знаете, проблемой, когда люди приезжают и говорят, мне сделали пружик сажевого фильтра, мне отшили экологию. А по факту ее там нет. Знаете, это на машинах, допустим, 12-го года, 14-го года, та же с Santa Fe 2.2. То есть они идут как с сажевым, так и без. Два варианта. Ну и вот, многих обманывают, якобы, говорят, что сделали там какие-то процедуры. Возвращаемся к нашей машине. У нас евро пять, смотри, только сажевый. У нас находится только сажевый фильтр. Смотрите, самое главное, чтобы вас не обманули, как узнать, есть ли у вас сажевый фильтр или нет. Очень просто. Всегда здесь, в любой машине, в дизеле, неважно какая-то, это может быть Kia Soul, это может быть Kia Seed, тот же Carnaval. У сажевого фильтра всегда имеется датчик давления. Вот он находится, и к нему всегда приходят два шланчика. То есть он считывает давление до и после, то есть как через него проходит. Если этот датчик отсутствует, и у вас имеется только датчик лямбда-зонт и датчик температуры, других нету, значит, его, скорее всего, у вас нет. Опять же, наличие сажевого фильтра говорит о том, что это будет большая емкость, большая бочка, которая будет говорить о том, что у вас есть сажевый фильтр с кучей проводов и всяких шланчиков. Если же у вас маленькая баночка и всего один или два датчика, то, скорее всего, нет. Вот так выглядит эта куча проводов, когда имеется сажевый фильтр. В Евро-6 с мочевиной там проводов еще больше, потому что, помимо этого, там еще стоит блок оксида азота, то есть датчиков. Так же стоит сама форсунка, которая впрыскивает мочевину. Возвращаемся к проблеме. К проблеме. Не важно, какой пробег. Сегодня, завтра вы должны сделать следующее. Вы должны на таких автомобилях, ну, нерегулярно, ну, хотя бы иногда проверять уровень масла. Вот, допустим, сегодня при проверке масла было выявлено, что примерно где-то на 5-7 мм было выше уровня, то есть в этой машине. На вопрос у клиента, то, что, может быть, он менял, перелили, он говорит, нет, все было в порядке. То есть вырос уровень масла. Такое происходит в сажевом фильтре, когда он забивается и активно включается прожиг сажевого фильтра. Опять же, не важно, это Евро-5 или Евро-6. Как узнать, попадает туда дистопливо или нет? То есть, во-первых, мы видим по уровню, во-вторых, во-вторых, когда дистопливо попадает, вот смотрите, у нас, допустим, здесь 8 литров масла объем, да? Если на эти 8 литров вылить буквально 20 грамм дистоплива на горячую, дистопливо начнет здесь паряться. И сразу будет прям такой специфический запах. Снимаем пробочку и вот прям подносим к носу, и мы чувствуем, что пахнет дистопливом. Опять же, мы можем также завести и понюхать эти же пары. В идеале, все эти процедуры можно лучше провести на горячую. То есть, на горячую, потому что на горячую пары довольно сильно чувствуются. То есть, на холодную, если там малый объем, вы можете не почувствовать. Что происходит? Происходит. То есть, сажевый забился, у нас вся система прожига работает, но она работает гораздо активнее, чем нужно. Он регулярно делает прожиг, впрыскивает за счет форсунок дополнительный объем топлива, и это не сгоревшее топливо попадает у нас в цилиндры. То есть, попадает уже в цилиндры, через цилиндры, то есть, сквозь кольца попадает именно в карты. Смотрите, опять же, если у вас нет сажевого фильтра, тогда вы можете предположить, что этот распылитель льют на форсунках неисправный, или, допустим, сальник ТНВД. У нас, допустим, три есть момента, при которых можешь попасть туда. Это первое, что самое главное и важное, и довольно частое, что происходит у нас в России с иномарками. Неважно, это немецкий производитель, корейский, японский. Если у вас есть сажевый, то в первую очередь обращаем внимание туда. Только лишь во вторую очередь мы обращаем внимание, что это, можем предположить, что это топливные форсунки. И в третью очередь, самую последнюю, крайне редко, что у нас происходит, это начинает подтекать сальник ТНВД. Но это происходит крайне редко, поэтому в самую последнюю очередь. Сейчас, сейчас здесь у нас наличие смолы в сажевом фильтре в граммах не критичное. Опять же, есть такой момент, критичный, не критичный. То есть, есть моменты, когда прожиг уже не поможет и сделает даже хуже. То есть, прожиг мы будем делать сейчас уже сами. То есть, запустим и прожгем. То есть, где-то примерно при наличии 12-16-17 грамм смолы, то есть, еще есть шансы, что мы прожгем и все будет отлично. Если же уже перевалило за 20, то есть, 20-23-24, ну это уже вот все, уже шансов мало. А вот уже 30-40, это все, конец. То есть, это удаление экологии. Ну что, запустили сейчас прожиг сажевого фильтра. У нас показывало 12,8, то есть, это уже многовато. Вот как раз при таком объеме сажи у нас будет включаться активно прожиг и топливо будет попадать в картер. Смотрите, прожиг. Прожиг здесь есть определенные условия, обязательные условия, которые даже прописаны при включении сажевого фильтра. То есть, обязательно необходимо дать нагрузку для двигателя. То есть, включаем свет, включаем на всю отопитель, обязательно включаем климат-контроль, то есть, у нас кондей. Открываем капот, снимаем декоративную пластиковую крышку, потому что двигатель сейчас будет нагреваться. Перед включением, то есть, всю инструкцию тщательно читаем, особые там у нас отмечены красным шрифтом, что необходимо сделать. То есть, нужны условия для того, чтобы двигатель был прогрев, ошибок не было и так далее, так далее. И когда все условия, то есть, все мы сделали, уже соблюдаем, то есть, запускаем. И вот сейчас, смотрите, объем у нас будет постепенно, медленно падать. Весь процесс, смотрите, он может длиться 10 минут, может 15-20. Если он все правильно, грамотно сделает, то есть, все происходит в автоматическом режиме. Сейчас у нас мы просто наблюдаем, следим. То есть, когда наличие сажи, давление у нас упадет, он сам ее автоматом отключит. Да, в таких случаях, когда у нас попало дистопливовое масло, необходимо менять масло. Сейчас, вот после всей процедуры, если она нам все хорошо пройдет, все будет в порядке, только тогда, потом мы только уже заменим масло. То есть, масло в двигателе после попадания дистоплива лучше заменить. Не важно, сколько вы проехали. Новое, старое масло, то есть, лучше заменить. В идеале должно быть 3, 5, ну, 7 грамм максимум. То есть, это нормальный рабочий диапазон. Прожиг прошел удачно. Нам осталось только сменить масло в двигателе, заменим. И в дальнейшей уже эксплуатации будем наблюдать, как будет проходить все. Клиенту все соответствующие рекомендации мы дали. Друзья, смотрите, перед тем, как все это закончить, нужно задавать мне вопросом, а когда это произойдет, не знаю, через сколько, на каком пробеге надо это делать. Я не могу этого ответить. Дело в том, что вы можете заехать на заправку, заправиться плохим топливом, и может случиться несчастье, неважно, на любом пробеге. Вы можете купить также поддельное масло, то есть, то, что произошло здесь, может повториться у вас. Я могу лишь только помочь вам, помочь, подсказать, как, ну, более-менее избежать. Смотрите, первое, первое, при сажевом фильтре у нас используется специальное масло, то есть, ДПФ. То есть, оно идет с присадочкой. Во-первых, нужно использовать это масло, нельзя лить, что попало. То есть, нужно лить то масло, которое положено. Это первое. Второе, менять его почаще, опять же, 7-9 тысяч. То есть, качество масла тоже влияет на это. С заправочками. С заправочками тоже, я не знаю. Ну, поспрашивайте у людей, сделайте какой-то опрос, где лучше, где хуже. Вот, я уже вам говорил в каких-то видео. В моем, допустим, моей статистике по поломкам, то есть, на первом месте стоит Лукоил. А так, более-менее, вот, с заправочки Газпром, ну, Газпром тоже стал баловаться. Так нет. Если вы регулярно будете ехать, не знаю, очень медленно ездить, то есть, у вас будет основная езда по городу по этим пробкам, то я вам скажу, что это не самое лучшее. Иногда надо выезжать на трассу, иногда нужно дать ей газку, не нужно лететь 200, не нужно рваться там резко. То есть, стабильные полчаса со скоростью 120-140, то есть, этого будет достаточно. То есть, вот, то есть, он сам подберет лучшие условия для прожига. Все, это все, что я могу вам подсказать и помочь. Как избежать этой ситуации. Но, смотрите, я вам не знаю, может быть, это случай, это единичный случай. Был такой случай, прям, буквально, вот, недели две назад. Приехал мужчина, у него Санта-Фе, 17-й год, пробег 256, он много активно ездит. И по наличию смолы сажет. Было прям минимум-минимум. И на вопрос, а как вы так сохранили? То есть, я задал ему вопрос. Он ответил, что регулярно он просит при ТО, чтобы ему проводили прожиг с сажевого фильтра. Не знаю, это единичный случай. Может быть, да, мы тоже, может быть, будем подсказывать, но для этого нужны какие-то подтверждения. Если они будут, то да, мы будем активно это уже использовать. Ну, все, в принципе, закончили. Все, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok